это небольшая история о моей поездке с волонтерской миссии сначала белокородскую область где меня пленила территориальная оборона а затем в мариуполь где встретился с людьми сына которых похитили власти днр а по возвращению мне стали угрожать чтобы я не рассказывал об этом похищении но обо всем по порядку просто эти отработать меня там начнут кошмарить прям по жести с этой всей историей недели ну недели две у вас точно есть номер месяц есть вопрос в ряде в ряде белгород уже давно тесно связан с украиной 1918 году он был частью украинской державы созданного немцами украинского государства ну а когда город взяли красные он стал временной столицей уже советской социалистической украины пока украинское правительство не переехала в соседний харьков к двадцатым годам город все-таки закрепился как территория рсфср а при этом белгороде вплоть до 30 годов выходили газеты на украинской мове а численность украинского населения в некоторых населенных пунктах области была очень солидной в борисовке 70 процентов красные яруги 72 процента грайвороне 50,7 процента в ракитном большутроицы белом и короче их было от 40 до 45 процентов а в самом белгороде 12 пятидесятые белгород становится центром отдельной белогородской области до этого он был частью соседней курской области регион всю историю советского союза отличался тесными связями с украиной например по просьбе читателей белогородская правда с 85 по 93 год публиковала программу украинского телевидения распадом советского союза в этом плане тут не очень многое поменялось белгород небольшой город 300 тысяч человек при этом ближайший город миллионник это украинский харьков путь из белгорода в харьков на автомобиле занимал около часа абсолютно нормальным считалось поехать туда закупиться дешевыми продуктами хорошими вещами или просто найти развлечения которые есть в городе миллионники но нет в белгороде хорошие времена волчанске ездили на рынок харьков ездили на рынок но все это кончилось в 2014 году после начала действий российских военных в крыму украина закрывает границу и объявляет что россия ведет против нее войну но полноценная война как выяснилось началась лишь восемь лет спустя силы и силы есть ума не нам а мы с вами знаем что настоящая сила справедливости и правде которая на нашей стороне а если это так то трудно не согласиться с тем что именно силы и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета местных жителей многие из которых имеют больше знакомств в украинском харькове чем в любом другом соседнем российском городе убедить в том что война против их соседей была необходима довольно трудно впрочем пропаганда уже давно дала для таких людей объяснения которые их вполне удовлетворяет ну по-любому бы она началась командует не путин не зеленский вот однозначно насколько они там как они там мы-то только при чем если сначала многим жителям россии и белгорода в том числе казалось что война закончится быстрой победой российских войск то вскоре ожидание победы для местных сменилась тревогой 1 апреля около пяти часов утра московского времени два украинских вертолета ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство российской федерации украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись с начала спецоперации по установлению мира прошел всего месяц а белогородцы уже почувствовали войну своем городе 3 июля 22 года в город полетели уже украинские ракеты российскими средствами противовоздушной обороны все три запущенные украинскими националистами по белгороду баллистические ракеты точка у с кассетными головными частями уничтожены в воздухе в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом городе тогда погибло пять человек но министерство обороны российской федерации решила об этом на своем брифинге не сообщать тот же день глава лнр обратился к людям праздничным заявлением они применяли подлую тактику используя мирных жителей как живой щит поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом каждую улицу каждый поселок поздравляю всех нас с этим новым днем великой победы обстрелы белгорода и области происходили время от времени а 20 апреля двадцать третьего года белгород бомбила уже авиация авиабомбы на город не падали со времен великой отечественной войны реакция за это общественности на это не удивляла впрочем потом оказалось что бомба была российская и отечественная авиация просто по ошибке сбросила бомбу на белгород но несмотря на все что я описал до этого и несмотря на то что на момент моего приезда шел уже 16 месяц войны в белгороде о войне мало чего напоминает разве что периодически машины с лицом ахмата кадырова а ну и указания на маму убежища чтобы любой белогородец мог случае обстрела добежать до ближайшего укрытия и переждать там опасность закрыта 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 в день своего прибытия я захотел как-то помочь жителям населенных пунктов пострадавших от войны я обратился волонтерский центр с предложением своих рабочих рук оказалось работа очень нужна на складе куда я и отправился нужно наверное как-то пояснить почему нескольким тысячам жителей российской федерации внезапно пришлось бежать от войны началось все с рейдов рдк соседнюю брянскую область ради пропагандистского эффекта отряды русских радикалов националистов совершали рейды в глубь незащищенной территории вдоль границы делали кадры мол мы тут власть после чего спешно ретировались в результате таких рейдов гибли как пограничники так и местные жители но масштаб на тот момент был довольно ограниченным шерд вы были единичными важно понимать у россии и украины огромная граница но при этом основные боевые действия ведутся по линии фронта от севера луганской области и до юга области херсонской границу со стороны харьковской области обе стороны по большей части последние месяцы войны игнорируют кроме эпизодических и несистемных обстрелов тут все оставалось довольно стабильно более того до сих пор на большей части границы россии и украины за пределами линии фронта тихо и относительно безопасно обе стороны не заинтересованы расширять конфликт на этих направлениях но в условиях готовящегося контрнаступление украины она внезапно стала заинтересована в том чтобы отвлечь силы вооруженных сил россии от основного театра военных действий и лучшего инструмента чем рдк которые уже успели навести медийной паники в прошлых рейдах не придумать почему именно рдк ну потому что это чуть ли не единственный способ для украины пересечь границу 91 года при этом сделав вид что она тут как бы ни при чем когда бойцы рдк вошли в россию то они всерьез заявляли что не принадлежат к вооруженным силам украины а на вопрос о технике и вооружении цитировали владимира путина который в четырнадцатом году отрицал нахождение российских солдат в крыму и использовал аргумент пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму 22 мая начинается самый крупный на данный момент рейд на территорию российской федерации в нем участвует несколько десятков человек и около 10 единиц боевой техники рдк без труда захватывают несколько приграничных населенных пунктов в ссу поддерживают их артиллерии на западе области они доходят до грейворона на востоке продвигаются к шебеке на ходе боевых действий и завязавшиеся артиллерийской дуэли населенные пункты на линии соприкосновения почувствовали на себе полноценную войну местных жителей власти области стали вывозить в тыл на момент выхода этого ролика рдк уже вытеснены из территории российской федерации а эвакуированных жителей возвращают в шебеке на видимо власти области уверены что это была разовая акция и больше подобные обстрелы не повторяться таскать коробки посылать макароны крупы и собачий корм это была моя задача так прошел мой первый день в белгороде долго скучно но надеюсь хоть для кого-то полезно но лично у меня ощутить собственную полезность не очень получилось поэтому на следующий день я пошел в чат благотворительного фонда в котором пострадавшие просят у фонда всякое а фонд им отвечает может ли он помочь и решил искать тех кому благотворительный фонд помочь не может а я могу вот например семья из шебекина искала мультиварку они стали первыми шебекинцами которые согласились поговорить со мной под камеру они прекрасно передали то ощущение что я получал в личных разговорах не под камеру с жителями шебекина какую-то невероятную растерянность и что какие у вас планы вообще на никаких просто живем одним днем и в деревне в наша академия спорта у нас они дали где-то здесь в офис приезжайте но какой приезжать квартиры обеспечивали деньги дали мы живем ладно тут тут они у нас повыезжали много куда в дом москве а мы аж это вот хорошо еще есть ну то есть вы без плана особо пока просто без работы без жилья сейчас даже вот еще в чем проблема даже пускай прекратят они все равно они будут все равно приведут пускай даже восстановить магазин их сейчас на отчастники тоже будут восстанавливать и как он мы переведем в магазин после помощи еще нескольким семьям и отправился в отель планировать следующий день шебекина власти белогородской области объявили закрытым городом мои знакомые журналисты сказали что попасть туда можно только в объезд кпп через поле именно так в город судя по всему попала например команда ксении собчак попавший бекина и окрестности сейчас можно только при наличии местной прописки и даже это работает не всегда поэтому многие шебекинцы используют объездные пути и даже поля я решаю сначала поехать в те села которые не закрыты не эвакуированы но находится неподалеку от границы самом ближайшем границе населенным пунктом до которого можно было добраться на общественном транспорте был поселок отрадное он находится всего в десятки километров от украины но за все время войны обстрелу подвергся лишь единожды один украинский снаряд упал где-то в поле пообщавшись с местными оттуда можно было отправиться в сторону более обстреливаемых новой наумовки и красного хутора добираться я решил на автобусе сначала прибыл в поселок майский 24 километра от границы с украиной там я обнаружил тоже что из белгорода абсолютно мирный город как будто бы вовсе не затронутой войной хотя этот населенный пункт был обстрелян одним из первых в российской федерации 24 февраля 2022 года все спокойно даже надписи убежище я на удивление не встретил но сейчас буду идти наверняка встречу единственное что напоминает о войне это вот вот эту вот штуку монумент который конечно же посвящен войне другой но да из интересного тут вот как раз вечная память местным воинам которые погибли в годы великой отечества войны обратите внимание на фамилию и так у нас есть четыре бондаренко у нас есть ну понятно зайцевы понятно ковалевы есть коваленко два штука грещенко еще один грещенко дмитриенко в целом майский оставил очень приятное впечатление как для поселка чистый приятный ухоженный надолго я тут не задержался вызвал такси и поехал в отрадное как и планировал таксист немного понервничал когда увидел в какую сторону предстояло ехать но в итоге согласился меня отвезти война война такая с водителем я разговорился и узнал что он может отвезти меня в шебекина по тому самому объездному маршруту через пару часов обменялись контактами и договорились что он меня заберет из отрадного так мы в поселке отрадное до границы с украиной примерно 15 10 километров спрашивал местных как были дела с обстрелами сказали что тихо все спокойно сейчас брожу и да действительно никакой войны как будто бы все по старому я думаю что если бы я приехал сюда в 2021 году я бы увидел все то же самое походим посмотрим поспрашиваем в тот момент когда я уже кажется решил что в отрадном мне делать нечего ко мне подошла местная бабушка завязался разговор работа кто его знает что у тебя на уме работа может ты что-то кому-то передашь или разбили разбили там тоже ничего нет да ничего нет все вот такое село вот кто его знает что у вас на уме не ну там не село там город был все город я знаю ездили туда там родственники живут что там такое разбились тем временем ко мне шел местный житель юрий вот он в майке и шортах юра попросил показать ему мой паспорт я согласился после чего он его выхватил представился местным террабароновцем и сказал что он уже вызвал фсб сказали все я же тебе не забираю он просто ты сам его или можете отдать пожалуйста вот видите значит забрали в целом другие ну-то ради бога человек христианский не буду с вами конечно вступать конфликт за паспорт ради бога провоцируешь конфликт вам ни одного по словам не сказать не разговаривай вообще стараюсь юра показал мне жетон с гравировкой подготовительный центр вагнер но снять его на камеру он мне запретил попутно юра неоднократно стал угрожать что заведет меня в свой двор и застрелит обвинить в том что что-то плохое спрошу нет ничего плохого вы блогеры вы дохерадного таких ошибок делаете но ты уже натворил чудес может быть так может кто я тоже не знаю что вы сделали плохого хорошего но я же к вам так не отношусь я и блядь я сейчас заведу я здесь угомонись он тут записывается пускай пишет ну и угомонись сейчас у него блин запишут телефон спустя полчаса ожидания доблестных сотрудников фсб я решил вызвать полицию мало ли они быстрее приедут а разговор с юрием все не кончался кажется теробароновцу было просто скучно и мы вместе сидели на детской площадке ожидая прибытия то ли полиция то ли фсб он ничего плохого не сделал правда ни одного плохого слова даже вам не сказалось зачем вы ко мне так что он сделал ну подозрительный допустим допустим но вы это зачем я не первый уже такой были такие и тоже мы как же втирали я понимаю так ну ну вопрос просто в том что ну вот правда вы думаете что я тут делаю вам плохого я прошел спокойно ну так вот и все ну не нужно ну кому прекратить ну прекратить вон как ты сказал 10 километров да да может им хорошая спустя еще полчаса разговора кажется что юрий все таки понял что я никакой не диверсант решил поговорить со мной об обстрелах вот это хорошо все мне говорили что здесь тихо правильно да тихо ну че тихо да а да обахает нет а вчера обахали да видишь вот тебе ребенок ты не снимаешь не снимаю снимаю но если если что у меня ребенок грады когда начинают лупить как ты сказала грады она уже разбирается где грады где ураган это жаль ужасно конечно ужасно да и ужасно это понятно понятно да вроде ты приятный человек общаться так как можно ну старый тип уже что делать ну так надо было сначала узнавать и потом паспорт забирать и прочее нет 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 как его зовут Юра меня Саша зовут приятно приятно сейчас ты с другим будешь общаться да вера мы с тобой уже так не будут разговаривать как и я с тобой может быть может быть я тоже могу документы поднять не я помню кто это не знаю да бабушка да да не не что я да она как подошла спросила что сделать да она подошла что ты тут делает она подошла и спросила но кто такой да да так же как вы вот только подоброжелательный чуть 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 более не 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 спасибо большое что ты сейчас там тебя накормят ё-моё такая вот она одна надежда на на то что я добропорядочный и просто не убегу из-за того что у меня паспорт забрали представляете вот насколько если бы я был диверсальный насколько бы мне было плевать что бы у меня паспорт забрали я бы всё побежал и всё ах куда ты побежал а я не знаю ну куда ты бы побежал там болото ну видимо видимо утонул бы что поделать ну да и за тобой бы никто не повезал бы никто не оповещает почему вот почему оповесили официально вчера по Зуравлёвке не оповещали ну это ж Зуравлёвка на штрафе старый старый наумапут никто ж не оповещает потому что приют там регулярно что вы чувствуете что замалчивают эту историю для вас да это потому что не оповещают вообще не боишься не страшно не страшно больше интересно чем страшно если честно интересно интересно по воде 24 года почему бы и нет убивать страшно не страшно не страшно как бы тебя накрывают там умирать тоже страшно но не знаю мне кажется что и то и другое очень страшно убить человека отнять жизнь чью-то это ужасно это ужасно война да так в этом то и ужас войны в этом и ужас да на самом деле ты прав страшно отнять чью-то жизнь тебе можно пожрать бутер какой-нибудь блогер не спасибо спасибо нормально а что у тебя за канал просто на ютубе и в телеграме веду так и александр штефанов вот можете найти как в паспорте а ну на, сделай за все это время посмотреть на украинского диверсанта собралась половина села да у нас все вот так вот по первому звонку да я рядом с ним нахожусь ё-моё а что мне еще делать так и вы боитесь что будет что-то выселение ну ебать вон багажник сейчас открою блять и увидишь что там лежит все вещи лежат детские а готовитесь если что убежать конечно на эвакуацию такой как ты дебил сейчас сообщи поселечникам в какой-то момент ждать полицию и фсб надоело даже террабароновцам которые меня задержали в итоге пока ждали полицию террабароновцы настолько поверили что я не украинский диверсанта что дали примерить мне свою форму а на память подарили вот такую белую повязку с георгиевской лентой полицейский сначала отнесся ко мне с подозрением но в итоге сказал что подобное часто случается и он уже спас пару таких случайных путешественников от самосуда местных жителей а мне мол еще повезло что я смог выстроить нормальный контакт с местными террабароновцами общение с полицейскими снять не получилось совсем но там уже никаких угроз не было был простой разговор о моей деятельности позиции посмотрели мои видео и содержимое моего телефона к слову в какой-то момент люди которые очень хотели чтобы я все-таки сел в тюрьму стали писать мне в личку такие вот сообщения мол сейчас полиция их увидит и меня если не посадят то на месте и забьют и как следует прессанут я тут же рассказал эту историю полицейским они посмеялись сказали кажется в шутку что тяжело время блогерства а идиотов в интернете хватает конечно же было и обсуждение войны я честно сказал что считаю своего преступления мне сказали что без СВО было уже не обойтись и раз уже начали то нужно заканчивать как положено в процессе обмена мнениями нашли много общих точек ужас мобилизации в ДНР бомбежки Харькова всеобщая ложь льющаяся изо всех щелей госпропаганды это не нравилось нам всем и полицейским которые поддерживают спецоперацию и мне человеку который выступает строго против этого явления поговорили и о теробароне я высказал удивление мол а зачем она такая нужна оружия у них нет а если украинские ДРГ узнают что человек участник теробороны то его наверное просто убьют как это случилось недавно в Шебекино мне пояснили то во первых у большинства теробороновцев оружие есть свое гладкоствольное во вторых убили теробороновца не в Шебекино а в Грайвороне а в третьих убили его после того как тот из своего гладкоствольного оружия открыл огонь по украинской ДРГ я заметил что вроде бы об этом информации в СМИ не было в машине повисла неловкая пауза с полицией на удивление контакт установился неплохой после того как у меня взяли объяснения мне даже предложили довести меня до отеля но я решил дойти пешком на следующий день меня ожидала поездка в Ростов а оттуда в Мариуполь как я говорил в своем фильме обыкновенная денацификация в Мариуполе было очень много брошенных животных после выхода фильма со мной связались волонтеры которые захотели привезти в Мариуполь кошачий корм а оттуда вывезти и пристроить к семьям брошенных кошек на все согласования ушло почти 4 месяца ну а меня пригласили поехать с ними и помочь тем чем смогу я согласился купил на те деньги что мне донатят подписчики с бусти 100 с лишним килограммов корма помог найти будущих хозяев для кошек среди подписчиков и мы поехали Мариуполь надо сказать заметно изменился с момента моего последнего визита многие разрушенные дома снесли другие заметно восстановили некоторые построили заново город все еще напоминает руины но уже не такие устрашающие что ли вот даже встретили выпускников местных школ с ленточкой в цветах триколоры девочки ленту с радостью надели а парни почему-то не захотели этого делать вообще из разговора мне показалось что парни не хотели надевать ленточки из-за триколоры на них но когда я их прямо об этом спросил они очень замялись раньше за открытую пророссийскую позицию в Мариуполе за тобой могли прийти власти Украины хотя нужно отметить что в Мариуполе как и во всей остальной Украине работала пророссийская партия ОПЗЖ которую возглавлял кум Владимира Путина Виктор Медведчук но это не отменяет факты некоторых репрессий против пророссийских граждан в городе теперь после освобождения все изменилось открытую пророссийскую позицию высказывать может кто угодно а вот с проукраинской стало все сложнее вот например подвыпивший пророссийский гражданин с криками пошел разбираться кто тут говорит слава Украине ты кричал ты кричал остановил целый автобус ты кричал ты кричал хохлы и гучи какого хуйя мы хохлы и гучи она кричала вы нас не разъебали да мы охуенно пережили за вас войну что сколько людей умерло ты делаешь за вас за кого за нас за кого за нас за тебя за нас мы просили сюда вас приходить нет мы просили сюда вас приходить нет сейчас что тут людей тебе не нравится потому что пришли мне не нравится что весь город разъебали ты такой как ты Потом оказалось, что это был не просто подвыпивший пророссийский гражданин, а боец вооруженных сил России. А граждане, которые были возмущены тем, что их город разрушили, были вынуждены записывать покаянное видео на фоне российского флага. И в этом плане за те полгода, что прошли с моего последнего визита в Мариуполь, многое поменялось. Люди успели осознать, что Россия здесь всерьез и надолго. А если у тебя очень активная проукраинская позиция, то лучшим вариантом будет или замолчать, или покинуть город. Теперь максимальное нелояльное высказывание, которое все еще повсеместно встречается, звучит как-то так. Ну и воспоминания о довоенном времени тоже иногда смахивают на дискредитации. Новая мебель была до войны? Сделали? У нас тут очень хорошее дело. А какая у нас столовая? Ресторан был, а не столовая. Можно так даже сказать. И поедешь она. Столовая была хорошая. Племянница сюда приехала, я как-то работала здесь. Она-то зла была, тетя, а что-то, у вас ресторан здесь? Сейчас я такое в ДНР встречаю. Короче, тут было условно Министерство труда и социальной политики Украины. Ну, украинской мовы, разумеется. И дальше название. Тут вот взяли и наклеили поверх скотчем. То есть там вот за этой штукой украинская мова. Не сорвали ничего, просто именно взяли и переклеили. Если что, вдруг, то можно будет отклеить и обратно в Украину. В городе все так же полно объявлений об обмене гривен на рубли. А местные пенсионеры все так же каждый день стоят в очередях, чтобы получить свою украинскую пенсию в рублях. Один зайдет, вот спросить. Да, закрыто? Да. А я просто хотел спросить, а с украинской карты можно снять деньги, да? А какая комиссия? 1,3. 1,3, да? Да, понятно, да? Ну, понятно, да. Официальный курс гривны к рублю 1 к 2,29. Но тут ее меняют по курсу 1 к 1,3. Отсюда и рождается невероятная прибыль для владельцев подобных точек. Но у местных выбора-то особо и нет. Или получать то, что дают, или просто смотреть на цифры на пенсионном счету, за которые купить ничего нельзя. В Мариуполе мы познакомились с людьми, которые приютили у себя брошенных животных. Им мы раздавали корм, а забирали тех кошек, для которых нашли хозяев. Одна из таких женщин рассказала очень странную, как мне показалось, историю про войну. Мол, ее сына, гражданского человека, ДНРовцы забрали и взяли в плен. Просто для того, чтобы выменить его у Украины на какого-нибудь пленного солдата ДНР. Мы покушили под обстрелами, конечно. А я не познакомилась, она не разъяснила. Я спускала автомат и спала в подвал. А, у нас не было такого. У нас сказали в подвал. А кто сказал? В подвал? Спускаться с подвала там все? Нет, ну потом к нам приходили. Приходили ребята с обысками. ВСУшники, конечно, проверяли наличие... Азол? Азол? Азол. 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 80 клинок. Где? Клинок. В Портлак, ДНР. А за что? Гражданский. Просто снялись с блока поставить все. Что, не знаете о такой группе гражданский, а как в клинок сидит? А почему сидит? Потому что там мы сняли все. То есть вашего сына, он просто здесь жил и как? И как случилось? Нет, он хотел на куэрозации и уйти от этого не подальше. А его? Мы в блокпосту его для фильтрации сняли и больше не выпустили. А когда это было? А как давно это было? Это было 23 марта. И вы до сих пор не знаете? Знаю, знаю. А что, как это? Знаю. Ну, сначала всем, значит, всем ребятам, мужчинам, абсолютно всем. Значит, как это говорят, дело шьют. Всем было дело. Терроризм. Потом это снимается обвинение и приписывается обвинение плен. И все. Он не плен. Вот это он ОДНР, то есть? Плен ОДНР, да. В колонии. Так, Иша, а ничего вам не сказали? Почему? Как? Просто... Я пришел письмо с военной прокуратуры, я же вам говорю. Отправлен был на фильтрацию. Была приписана статья. Всем абсолютно поводно забирали. Всем такая статья. Потом свое расследование. Потом снималось. Статус плен. И все. И не отпускается. Ну, как обменный материал. Я в эту историю не очень поверил. Как так? Взять пленного гражданского человека и не выпускать уже больше года? Я, конечно, всякого насмотрелся на освобожденных территориях. Но это мне показалось чересчур. Я спросил у женщины про документы, которые могли бы ее историю подтвердить. И, на удивление, она пригласила меня в свой дом посмотреть их. Сколько ему лет было? Ну, есть. И все еще есть. Извините. Я попал в 32-33, он встретил в колонии. Очень хотел встретить и побережение с друзьями. Переписываетесь вы, да? Да. Разрешена переписка. Сейчас время на доступ ограничений. Посылки я возила. Вот эти. Перепол. Перепол. Это вы обращались, да? Конечно. И что вам писали? Отписки просто? Ну, нет. Почему? Нет. А что писали? Вот генеральная прокуратура. Все это тоже, но не отписка. Сейчас посмотрим. Можно я почитаю, да? Да, можно. Следственное управление генеральной прокуратура. Рассмотрено обращение вашего сына на основании распоряжения, а неотложения его защиты населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности задержан в административном порядке. Административный. Мера пресечения в заключении под стражу по административному аресту установлено, что проходил службу в 15-16-х годах. Он проходил службу? Да, срочную. Срочку проходил. И из-за этого его в плен взяли? Да. Ну, наверное, да. Вместе с тем, согласно постановлению о пленных мера пресечения в отношении отменена по последнему, присвоен статус плен. И его хотят сейчас отменять? Нет. Или что? Нет, не хотят обменивать? Вы смотрите, какое число от 20-го, 06-го, 22-го. Статус плен. И все. И находится, и содержится. Мы вон искали много. Уголовные дела при этом не возбуждались? Нет, нет. Ничего, то есть и человека пленили из-за того, что он в 15-16-м году? Такой ужас. Там таких с ним много, и по 70 лет. Просто гражданские там есть, понимаете? Там не просто, там. Там 70 лет такие не валят от себя. Посмотрим, что тут. Тут вы в Уполновоченном право человека. То же самое. То же самое. Да. Исправительная колония. Установлен статус пленного. Да. Статус пленного. Ну, вашу теорию могут обменять, получается, нет? Ну, могут. Могут отпустить. Скажите, 100 человек в колонии 2. Просто куда его обменивать? Он же им не интересен, наверное, Украине. Нет, и вот Министерство юстиции тоже читаете. Такая же. Ну, по сути, на словах, да. Что вы знаете. Жесть. Ух ты, еще. У вас там в Москве ара есть, да? Да. Да. Не просто говорят, что его должны отпустить. Он пленный, он же гражданский. Зачем он сидит? Надо отпустить. А Россия, нет, он сидит, не отпускает. А наша Украина, говорят, что его должны отпустить. Он же не военную. Ну, да. А он кому интересен как обмен? Ну, понятно, что менять, в первую очередь, хотят пленных, которые в бою попали плен. Да, вот это вот такое. Да. Получается, они сидят. И этого просто переписывали с сыном, да? Это уже переписывали с ним. Ой, ужас какой. Ну, да. После того, как я рассказал эту историю волонтерам, они заметно занервничали. Когда мы вернулись в Москву, мне позвонил глава этой волонтерской организации. На. Алло, да, видимо, у меня какая-то это с *** телеграммом. Смотри. Вопрос такой. Ой, а ты с Сашей, когда ехал домой, ты с ней про ДНРовцев говорил? Про каких ДНРовцев? Ну, про съемку твою, вот эту вот, с этой всей историей. Ну, ты понял про что? Не особо. Я понял. Ну, ты до этого, в любом случае, я с Саней сейчас все связался, ты ему это говорил, она это услышала конкретно. Она, ну, я тебе говорил, что ты, типа, девочка такая, которую мне дали, ее дал-то как раз и он. Вот. И она это услышала хорошо, и он его, судя по всему, сообщил. Ну, в общем, у меня такая инфа, что если, ну, хотя я его предупреждал, я его предупреждал, что, типа, бля, всякое может быть, что, вот, ну, блогер-то такой, и так далее, он вроде изначально такой, ну, типа, ладно. Вот. вот, но проходки он нам делал, ты, типа, ну, мы зарегистрированы, типа, через него, вот, через из Муратова. Вот. И вопрос такой, что, если, ну, типа, он сказал, что если, типа, выйдет видео, типа, проекту, ну, типа, нам просто запретят работать, меня там начнут кошмарить прямо по жести, вот, с этой всей историей. Ну, там, условно, сказал, что, типа, естественно, и тебе не очень приятно, мягко говоря, будет. Вот. Но он мне это все через нее как раз передал. Что ты думаешь насчет этой ситуации? Я думаю, что там ДНР 2000 человек, я думаю, что это поприоречить не кошка, если честно. Ну, то есть, рассказать о том, что ДНР буквально украло 2000 человек, вот, вот таких гражданских и осветить эту проблему извини, но важнее. Ну, то есть, это очень важно. Так что, это, это 100% выйдет, и это выйдет в плане обращения к гражданским властям, то есть, с конкретным требованием, вот, есть фамилия, есть люди, которые формально являются гражданами РФ, потому что, по закону их всех объявили гражданами РФ, если они не отказались от гражданства. И вот они удерживаются буквально незаконно, насильно, нет. Это, этот сюжет, я хочу его освещать. Это очень важно. Не, не, я понял, да. Ну, то есть, это твоя ультимативная подня, я понимаю, что это важно, вопросов тут никаких нет. Я думаю, что он блюшует. Ну, по поводу нас маловероятно. Тут просто вопрос, что человек реально серьезный, ну, и человеку тоже в принципе, в силу того, что, если, ну, я могу представить, что, типа, у него внутри структуры, там, с ним сделают. скажи, сделаешь, пошлешь меня, типа, скажешь, типа, все, он отбился от рук, не знаю, мы его не контролируем, вот, то есть, он там ударился, скажешь, ну, все, мы с ним не сотрудничаем, например, я не знаю, если это поможет. Не знаю, ну, то есть... Это в любом случае не поможет, это в любом случае не поможет, но, короче, ну, смотри, то есть, тут вопрос в том, что... Я даже, короче, не знаю, что реально сейчас, как вы ходите из этой ситуации, то есть, ну, это не ситуация, там, даже, как с ***, то есть, в этом плане, тут пожестче, на самом деле, инфа у тебя, ну, сам прекрасно понимаешь, какая, что ты... Не, ну, это, 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 это бесполезно, то есть, через меня, в плане, что я, чтобы я это не публичил, это бесполезно обсуждать, это прям, ну, слишком, слишком важно. Смотри, если ты это позже, просто, как минимум, публиканешь, ну, типа, недели, ну, недели две у вас точно есть. Ну, а месяц есть? Вопрос такой. Вряд ли. Вряд ли. Не, я, ну, я могу сказать, что я отбился, ну, то есть, конкретно, что я могу отделить эту историю, от вас сюжетно. То есть, я могу сказать, что я, ну, собственно, как оно и договаривалось с этими, скажешь, что ушел на обед, вот, и пошел, нашел эту женщину, подснял эту историю, все. Не, ну, я так им сказал, что, типа, конечно, там, он отходил, там, куда-то, там, и так далее, буквально. Ну, да, извините, что у вас в городе тут, куда-нибудь отойти, есть антиракийская пропаганда, типа, такой, такой город, такой русский мир построили. Он, в первую очередь, он мне лично говорил, что он говорил по поводу животных. И с ними там есть нюансы, по выпуску обратно. То есть, и проходка, в первую очередь, даже на это была в итоге, как я понял. Вот. Типа, ну, без каких-либо осмотров, без, там, сорить документы, что, о, куда вывозят. это такая, более-более... у меня сложилось ощущение, что на границе нас бы выпустили, хоть мы слона бы вывозили, если честно. У меня честно, у меня тоже такое ощущение сложилось, смотри. Нет, согласен, что так, что-то задержит. Что-то я диалог этот веду. Я диалог этот веду к тому, что, ну, в любом случае, у нас состоится диалог, и, там, ну, будет уточняться, что и как. Что ты, типа, снял, что не снял. Ну, вот, насчет этой истории, я фактически, ну, реально, там не присутствовал. Тут вопросов-то ко мне нет. Я, в принципе, так и скажу, что, типа, он отходил, при нас, ну, при нас ты особо ничего не снимал, на какие-то... кроме миссии этой, да, ничего и да. Там нет никаких сюжетов. После этого разговора мне поступили недвусмысленные угрозы от Александра Ионова. Мол, если эта история будет опубликована, то у меня начнутся проблемы. Заодно, Александр Ионов решил поступить как настоящий террорист. Он взял в заложники волонтерскую организацию, которой я помог. Мол, если я что-то скажу, то заложник попросту перестанет существовать. В связи с этими угрозами мне хочется сделать заявление. 25 марта 2022 года на блокпосту на выезде из Мариуполя военнослужащими ДНР был задержан Охременко Алексей Алексеевич. Дата рождения 18 октября 1989 года. Изначально ему пытались вменить уголовное преступление, но поскольку никаких доказательств не было, оставили в качестве военно-пленного. На момент своего задержания Алексей был абсолютно гражданским человеком. Единственным основанием для задержания, как пояснили власти ДНР, был тот факт, что Алексей проходил срочную военную службу в Вооруженных силах Украины с 15 апреля 2015 года до 9 апреля 2016 года. После этого никакого отношения к Вооруженным силам Украины или Нацгвардии Украины Алексей не имел. Обращение родителей Алексея в Генеральную прокуратуру ДНР, к Уполномоченному по правам человека ДНР и в Министерство юстиции ДНР ничего не дало. Человек уже почти полтора года сидит в тюрьме, при том, что никаких оснований для его задержания нет. За все это время Алексею не дали ни одного свидания с родными и близкими. Никакого намека на правозащиту ему также не предоставили. Как заявили мне местные жители, аналогичным образом в Мариуполе было похищено несколько тысяч гражданских лиц. Словосочетание гражданские военнопленные знакомо практически всем жителям Мариуполя. Власти ДНР тем самым совершают уголовное преступление. Они фактически похитили этих людей. На момент выхода этого видеоролика я уже подал обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет по поводу похищения Алексея Охременко и других гражданских лиц. Прошу всем, кому не лень, также обращаться в прокуратуру и Следственный комитет. Или хотя бы распространить этот ролик. Не обязательно с ссылкой на это видео на ютубе. Вы можете пересказать эту историю своими словами на своих информресурсах или на личных страницах. Вы можете вырезать этот отрывок и использовать его где вам угодно. Никаких авторских прав на этот отрывок я никогда не заявлю. Делайте с этой информацией что угодно, но пожалуйста, распространите ее. Я прекрасно понимаю, что из-за моего конфликта с Александром Ионовым меня могут задержать, незаконно мобилизовать, как мне обещали это личные люди, видимо, посланные Александром, или сделать со мной еще чего похуже. Но я, будучи жителем города Москва, могу рассчитывать на то, что содержать меня будут в СИЗО, где у меня будут свидания с адвокатом, встречи с близкими, какие-то посылки, какая-то помощь от правозащитников. Иными словами, я, будучи жителем города Москвы, могу рассчитывать хотя бы на какую-то имитацию законности, но в случае с Охременко и другими похищенными людьми законностью тут и не пахнет. Незаконно похищенные люди должны вернуться домой. И да, на случай ретивости и особого людоедства местных властей в городе Мариуполь. Родители Алексея меня это обращение записывать не просили. Никакие обращения в СК и прокуратуру они меня делать не просили. Они не имеют к этой истории никакого отношения. Угрожать им, давить на них абсолютно бессмысленно и бесполезно. Этим вы ничего не измените. В таком случае вы просто покажете свое собственное людоедство, когда придете угрожать людям, у которых вы незаконно украли сына. Свободное от волонтерства время мы смогли сходить на море. Все жители Мариуполя говорят о тех ужасах, что принесла война в их город. Но есть в этой бочке дегтя и ложка меда. После разрушения промышленных гигантов экология в городе стала гораздо лучше. А это была одна из основных проблем довоенного Мариуполя. Купаться в море стало вроде как приятнее. А прямо возле пляжа расположена разрушенная железнодорожная станция, на которой остались вот такие вот надписи. Футбольные фанаты в любой стране это довольно агрессивная и маргинальная субкультура. На украинском юго-востоке в свое время именно фанаты стали силовой опорой Евромайдана. Харьковские ультрас, например, помогали активистам Евромайдана в Одессе. И именно с их участием произошли печально известные события 2 мая. Когда сначала в центре города антимайдановцы напали на Евромайдан, завязав бойню, в которой погибло 6 человек, а затем евромайдановцы пошли мстить в лагерь антимайдана и в процессе еще одной бойни с использованием оружия и коктейлей молотого с обеих сторон евромайдановцы сожгли дом профсоюзов. Погибло 42 человека. В Мариуполе фанаты местного футбольного клуба Ильичовец требовали декоммунизировать название клуба, которое ассоциировалось с Лениным. Выступали за единую Украину, но при этом нередко критиковали власти страны. Вот, например, фанаты сконтируют чемодан вокзал Мальдивы, намекая на президента страны Петра Порошенко, который в тот период уехал на эти острова. Футбольные фанаты стали одной из основных групп населения, которые вступали в местные нацбаты, вроде батальона Донбасс или Азов. Вопреки распространенному заблуждению, эти батальоны сформированы не из жителей Западной Украины, а из тех местных граждан, которые разделяют идеи радикального национализма. Но вот теперь от них в городе остались только эти надписи наскальная живопись, напоминающая о сложном прошлом. Нам предстоял долгий путь домой в Москву в компании Десятка Кошек. Значит, попутчики у меня следующие. Попутчик номер раз. Попутчик номер два. И так еще много раз повторять можно. Российская-российская граница имеет одну важную специфику. Если в сторону ДНР проехать границу можно за 15 минут, то в сторону Российской Федерации очередь занимает не меньше трех часов. Даже машина с номерами Ахмат, хотя и объехала большую часть очереди, в конце концов тоже была вынуждена ожидать. Ну а нам, ради того, чтобы не пропустить умников, которым пришла в голову идея обогнать нас, приходилось выходить из машины и конфликтовать. И после десятка таких конфликтов справедливость вроде как была защищена. В Москве нас ожидали владельцы животных, которых мы вывезли из Мариуполя. И обычная жизнь многомиллионного города. В этом городе о войне напоминают только объявления о контрактной службе в ВСРФ. Война осталась где-то там, далеко. Ее другие люди и в другом месте воюют.